Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал Радиоцентра Сен-Гейс, начинает свою программу, сегодня у нас понедельник, понедельник, день луны, и 12 число, 12 число, 12 месяца 2016 года, как всегда в это время, в 7.30 утра в городе Чикаго, в Москве, 21.30, нет, я смотрю, 12 прибавляю 9, получается 21. Нет, в Москве, конечно, 16.30, и у нас на связи профессиональный астролог, руководитель астрологической школы Андрей Бухарин, Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Майкл, здравствуйте, уважаемые радиослушатели Сен-Гейс-Радио. Ну, по просьбам наших радиослушателей, как известно, мы работаем для наших радиослушателей, мы, это центр Сен-Гейс, меня зовут Майкл Мелехов, я руководитель центра, напомню, не ведущий передачи, а руководитель центра, и программы, я приглашаю в программы людей, которые могут, так сказать, ну, дать информацию, не буду говорить помогать, но дать информацию, которая будет полезна очень и очень многим. В любом случае, она полезна мне, я точно так же пользуюсь советами тех людей, которые специалисты в своем деле, и достаточно реализованные люди, которые могут обучать других людей. И прошлая передача, первый сегмент прошлой программы у нас по техническим причинам не записался. Мы его хотим повторить, поскольку люди сожалеют о том, что это не записалось, а речь шла вот о чем. Речь шла, ну, во-первых, о том, что был такой человек, родился в 1503 году, его звали Мишель де Нострадамус. Ну, и он был, ко всему прочему, хорошим астрологом. Правда, на глобальном, в глобальном масштабе, когда к нему приходили люди на частные консультации, как, скажем, Андрея Бухарина. В отличие от Андрея Бухарина, он был очень и очень, короче говоря, не туда все говорил. И предсказывал победы, не президентов, королей, не с такой точностью, как, скажем, предсказывает Андрей Бухарин победу, в частности, президента Трампа. И единственное, что он действительно, да, предсказал, и очень серьезно, но это глобальный масштаб, кибель короля Генриха II, который был, кстати, его другом. И он написал, так называемые, Катрены, которые он зашифровал, и в этих Катренах говорилось об очень и очень серьезных событиях, на рубеже которых мы находимся сейчас. Вот мне хотелось бы спросить Андрея Бухарина. Да, ну, это полусегмент, скажем, следующий у нас будет о том, мы говорили о том, что такое Советский Союз, который развалился, и есть ли какие-то шансы на восстановление. Ну, вроде, как бы, так говорят, к этому мы идем. Андрей, пожалуйста, вам слово. Благодарю, Майкл. Ну, я хочу продолжить, то есть, скажем так, восстановить информацию, которую в прошлый раз мы на холостой луне там пытались. Кстати, подтвердилось правило, что на холостой луне все начинания, ну, скажем так, не имеют продолжения. Ну, тем не менее, значит, я хочу озвучить альтернативную точку зрения по Нострадамусу. У нас такая беседа всегда идет, мы какие-то посягаем на святое, скажем так, если так это можно выразиться. На какие-то... Предсказатель всех времен и народов. Да, то мы с Пушкиным там комплекс неполноценности его рассматривали, то какие-то вот... Ну, в общем, тем, возможно, интересны передачи с английцерадио, что здесь мы рассматриваем незаезженный, нетрадиционный взгляд на вроде бы известные и такие общепринятые какие-то точки зрения, скажем так. Так вот, по поводу Мишеля Нострадамуса. Есть другая точка зрения, что, например, согласно исследованиям академика Чудинова, в интернете наберите, увидите его, там, кажется, чудинов.ру, его сайт, его исследования. Исследования говорят о том, что до XVI века вся Европа разговаривала на русском языке. Ну, не на современном, но как бы на славянском языке. Старославянский. А если... Ну, тем не менее, то есть не на латыни, то есть не на латыни, не на греческом там каком-то, не на французском, можно узнать. То есть вот именно это. И если... Причем он археологические доводы приводит. Я сейчас в формате радиопередачи не могу не продемонстрировать это не... Я сразу отсылаю вот туда, вот, пожалуйста, там с ним обсуждайте, спрашивайте, он книги издает, показывает. Так вот, если принять, что есть такая точка зрения, причем она не просто там теоретическая, она практическая, археологическое подтверждение есть, он демонстрирует, то возникает вопрос, а был ли мальчик? Как же мог тогда в то время, когда вроде бы там общение шло, скажем так, на славянском языке, быть персонаж, который не знал, во-первых, славянского языка, во-вторых, общался на другом языке? И, ну, скажем так, очень вероятно, что это собирательный образ, либо вообще выдуманный персонаж для управления будущим. То есть создали некий Катрен, который, кстати, ничего... То есть там нет точного материала. Вот если мы вспоминаем, опять же... Простите, я вас перебью, не один Катрен, их было очень и очень много. Да, да, да. Многие из них расшифрованы, кстати. Вот опять же, зашифрована, не расшифрована, тема тайны присутствует, а тайны – это рыбы, знак, то есть, опять же, эпоха рыб в действии, причем ссылаемся опять на некого Юпитера, великий Нострадамус, да, то есть авторитет, как же мы ему не можем не верить и так далее. То есть, ну, я уже много раз говорил, что если человечество оперирует категориями, предположениями, скажем, то оно как бы едет в вагоне эры рыб. Если оно оперирует, либо те персонажи, скажем, такими категориями, знаю, не знаю, то есть, а почему, собственно, то есть, как проверить это? Разрешите взять слово, поскольку наши радиослушатели говорят, перебиваю постоянно, астролога Андрея Бухарина, дело в том, что речь не идет о верею-не верею. Вот я, допустим, скажем так, разбираюсь, ну, будем говорить, немножечко в нумерологии, и мне близка эта тема, у меня есть материал, и очень-очень серьезный материал, где есть потрясающее совпадение. Значит, в катеринах обозначены определенные номера, определенные года, определенные цифры, и эти совпадения настолько, скажем, сходятся в одну точку с разных сторон, что о совпадении речи вряд ли может быть. Поэтому мнение, повторяю, глубоко уважаемая академика Чудинова, она имеет место быть, но, опять же, это всего лишь только мнение, так как и мнение ваше, как мнение мое, так и мнение, возможно, и самого Мишеля Деннастрадамса. Мы сами разбираются, да. Я просто как раз рассказываю, что есть такие точки зрения, и я ни в коем случае не склоняюсь, скажем, к одной или второй, каждый должен сделать выбор сам. Просто надо разобраться. То есть, если мы идем по, выполняем свою эволюционную задачу, то один из знаков возвышения восходящего лунного узла – это близнецы. То есть, надо научиться работать с информацией, научиться думать своей головой. Поэтому просто есть такая точка зрения. Я не говорю, что Катрены – это ложь. Я хочу сказать, что Катрены могли, то есть, как программу некую нам спустили, что от развития цивилизации, но при этом, чтобы оно было как-то правдоподобно, нам нарисовали, что в прошлом некий был великий автор этой программы и так далее, и так далее. Я говорю об этом, что, а был ли автор? Я не говорю, что программа, скажем, ложная. Я хочу сказать, что когда все опутано тайной, то есть, очевидно, что это все резонирует с эпохой рыб и соответствующие логические дальше заключения. Вот. Поэтому вот такая вот точка зрения. То есть, что, кстати, есть точка зрения, существует, что и Нейтона не было, между прочим, а это собирательный образ неких знаний античных. И когда вот эти товарищи, кажется, ревизионисты, когда они начали копать его биографию, его там, там масса несостыковок. То есть, я сейчас не готов точно сказать, каких именно. То есть, яблоко не падало никуда? Ну, красивая, скажем, красивая сказка там, ну, вот, вероятно. Но закон, я не говорю, что эти законы не работающие, либо они недействительные. Просто, опять же, выдуманный некий, допустим, образ некого великого гуру, на которого это, ну, как бы ссылается, откуда эти знания. Потому что, с чем, то есть, к чему я все подвожу? К тому, что около 300 лет назад произошла глобальная катастрофа. Которая, вот то, что называется античность, античной культурой, она очень вероятно, что она была не тысячи лет назад, а несколько сотен лет назад. И это подтверждается тем, что вы можете в интернете найти много видео, так называемых черных копателей, которые ищут монеты и находят в одном слое практически монеты Екатерины, а это уже 200 лет назад было. И так называемые римские монеты. И причем, хочу сказать, что никаких монголо-татарских монет никто не находит. То есть, понимаете, это странно. То есть, по идее, по времени, так называемая монголо-татарская ига, кстати, которая, большой-большой вопрос, было оно или нет, оно, скажем, никаких подтверждений, скажем, финансовых нет. А вот античные, по идее, они должны на глубине чуть ли там не метров 50 быть, если, ну, по всем законам, сколько там растет этот культурный слой, они находятся в одном, то есть, в поле находят. Вот поле, которое пашут, там же античные монеты находят. Да. Андрей, давайте мы немножко вернемся. Мы сейчас, у нас идет обмен мнениями, это интересная вещь, это, ну, так сказать, может относить, имеет отношение какое-то даже и к философии, и к предположениям. Мы сейчас оперируем, хотелось бы, строгими какими-то научными данными. Речь идет, я еще раз повторяю, речь идет о том событии, свидетелями которыми мы все являемся. Имеется в виду в глобальном масштабе о том, что сейчас что-то происходит и будет происходить. По мнению, по мнению, еще раз, Нострадамус подтвержден очень многими цифрами. Речь идет, то есть, он говорит о Библии, где, святая, священная Библия, где идет речь о падении men, fallen men, то есть, о падении Адама. Датируется это 3983 годом, то есть, до 4 тысячелетия, до нашей эры, естественно, остается 17 лет. И в начале 7 тысячелетия, то есть, 17 плюс 6, это мы как раз подходим к 2017 году, и очень и очень много совпадений. Там и, скажем, еврейский Новый год, очень много цифр. Сейчас не буду тоже их приводить. Есть программы, я, кстати, записывал, есть уже две, нет, одна. Вторая была вчера записана, она скоро появится на нашем канале YouTube, можно с ней ознакомиться. Пока, кстати, почему-то говорят о том, что будут закрывать YouTube для российских пользователей. Я не знаю, так это или не так, но вот что-то об этом какие-то упорные слухи ходят. Я хочу сказать вот что, ну, если YouTube даже будет закрывать, то Facebook не будут закрывать, насколько я понимаю, а мы там дублируем. Яндекс.Видео там можно размещать. Кстати, YouTube заблокирован в Китае, а Яндекс.Видео нет. Между прочим, если вот вещать на ту аудиторию, Яндекс.Видео можно. Мы дублируем это все через Facebook. А Facebook заблокирован там? Где? У вас? Я не про Китай, а о чем мы на русском языке говорим. Зачем нам Китай? Китай, бог с ним. Там ВИТОС очень принятый, насколько я знаю. Ну, короче говоря, 2017 год. Я вас хотел спросить, что по поводу 2017 года, потому что мы уже в прошлых передачах говорили. Есть прогнозы известного астролога, женщина американского. И она говорит о том, что, мы об этом уже говорили, о том, что Крисмос, Рождество и Новый год – очень и очень серьезная опасность каких-то террористических актов. Так вот, 2017 год – это ознаменует собой, по Катренам еще раз, мнение войны мусульманства против христианства. Мы сейчас не об этом говорим, но там написано так. Это не значит, что это произойдет. Уже были такие какие-то судьбоносные годы, 2000 год, там конец света, 2012 год, 21 декабря. Ну, оно как бы для тех, кто уже в другом измерении, оно произошло. Для нас это нет. Вот, что видите вы, короче говоря, в отношении вот грядущего года, там, может быть, рубежей вот этих? Есть ли что-то вот астрологического плана? Ну, я хотел бы сказать следующее, что, допустим, давайте вот по Америке, я уже говорил там, что в Америке, в Соединенных Штатах Америки имею в виду, очень вероятно, скажем так, приход к власти Хиллари Клинтон в конце 2017 года, то есть, если это такое внеплановое, без, то есть, подобного ничего в истории не было, я уже объяснял, что там вице-президент должен стать в случае, если невозможности исполнять президентом своих полномочий, то некие события такого плана, вот, трагически глобально, они могут быть, иметь место. Это раз. Во-вторых, в России тоже, скажем, есть показатели очень сильные на обретение власти, например, как этот политик у нас называется, Владимир Вольфович Жириновский. То есть, я не говорю, что он непременно придет к власти, но показатели у него, очень хороший резонанс с гороскопом Трампа, то есть, насколько я помню, ну, там... В общем-то, какую-то аналогию действительно можно провести между ними. А он, кстати, говорил, что Трамп – это американский Жириновский, насколько я помню, если я могу ошибаться, но что-то вот как-то так, что это он же, как бы, как его электорат, и также он, как бы, такой же по... ну, прямая вот эта речь такая смелая, там, говорит какие-то вещи, ну, таким правду матку так рубит, как говорится. Вот, чем-то похоже, действительно, есть такая похожесть, и... Ну, я именно говорю по планетам власти, то есть, у него показатель, причем показатель именно обретения власти до осени. Вот осенью как раз я рассматривал гороскопы лидеров, которые сейчас, ну, скажем так, возрождают Советский Союз, у них сильные показатели на осень 17-го, то есть, до осени 17-го, как бы, у них нету показателей обретения власти, то есть, веселая жизнь такая, если, допустим, предположить, что будут какие-то внеплановые у нас, ну, выборы раз, потом возрождение СССР-2, и это, кстати, в фарватере... Глобальных циклов идет, глобальных циклов, я уже заявлял не раз, Советский Союз еще не умер астрологически, у него срок жизни до 2025 года, такова цикличность, и по аналогии с человеком, когда перед тем, как, ну, человек, когда умирает, у него агония бывает, и вот в процессе этих... Огонь это судороги такие, и в процессе вот такого помутненного сознания и судорог наступает перед смертью время, такое, когда человек приходит в ясное, абсолютно ясное сознание, четкое мышление, никаких вот этих... То есть, ну, как бы вот ажур, то есть, вот на какой период... Обычно в это время дают последние люди последние свои указания, ну, и уходят в мир иной. Вот государство, то есть, идеологи, так же, как нечто подобное, так же фаза развития, фаза зрелости, фаза распада есть. И вот мы все живем в фазе распада этой, поэтому сейчас вот те товарищи, которые активно это дело возрождают, они все равно ссылаются на что? То есть, я вот сейчас изучал там, опять же, на деньги. То есть, а деньги это что у нас? Это тема эпохи Рыб. На сырьевую экономику. То есть, опять же, это все прошлое. То есть, если мы смотрим в будущее, то у нас логически надо, чтобы экономика была не сырьевой, то есть, а были какие-то новые виды энергии, причем, ну, скажем, такие как бы технологии Тесла, если уж так это выражаться, вот таким языком, приблизительно таким. А это уже все старое, то есть, как бы реанимируется старое, у которого максимум 2025 год. И видите, как лодка раскачивается, вот обратите внимание, вот на Украине раскачивается там декоммунизация, то есть, один полюс, а здесь другой, как бы, ну, там, Советский Союз, причем именно на базе, ну, то есть, ну, что, герб там, серпимолот и так далее. И я, вы помните, рассказывал тогда, смеялись мы, что, когда гулял с семьей в центре Москвы, там, эти, девушка с веслом стоит, пионеры с горном из гипса. Ну, история действительно, она имеет повторение, один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса, поэтому оно, ну, уже, то есть, отвечая на вопрос, возрождится ли Советский Союз, очень вероятно, но ненадолго, года на три. Вот так, если... Ну, ну, не в том виде, наверное, в котором он был, где было 15 союзных республик. А может, даже больше будет, кстати. То есть, потому что, ностальгия, да, потому что, во-первых, ну, во-первых, тут есть, как оказалось, юридические такие тонкости, что, оказывается, юридического документа нет о распаде Советского Союза. Они там чего были, того, в этом самом Бресте? Они там, оказывается, другое подписано, они подписали договор о сотрудничестве, но не о распаде. То есть, там, короче, начали, когда копать, оказывается, этого нет того. Союз независимых государств, насколько я помню. СНГ, да, но это не значит, что распался там СССР, или, например, по гражданству там разговоры идут, оказывается, выход... То есть, должно быть, как бы, постановление ООН какое-то там, да, что страна, ну, грубо говоря, приказала долго жить. Где этот документ за ООН? Его нет. То есть, значит, как бы, продолжать... Ну, вот, это их логика. Я просто не от себя говорю, как бы, вот из того, что я понял, как бы, слушая, читая информацию. То есть, я говорю это немножко, это, конечно, не астрологически, ну, скажем так, объяснение. Но я объясняю на таком, на примитивном уровне, то есть, есть почва для возрождения этого. А для чего это делают? Потому что фаза распада, и надо, опять же, вот, вы озвучили там на идеологической почве конфликт по Катренам Нострадамуса, а здесь тоже идеологическая, здесь коммунизм, антикоммунизм, и, причем, коммунизм, даже так сказал, нацизм и антикоммунизм. Ой, и коммунизм, и интернационализм. Либо национализм, вот, например, даже можно так сказать правильнее, вот, украинский, и интернационализм, который ему противопоставляется. Ну, всегда понятно, что, вот, историю возьмите, что интернационал, что это такое? Это всегда много наций. Они всегда будут больше численно превосходствами, чем национальная какая-то идея, где одна нация. Просто даже, ну, количественно, например, и так далее. Поэтому националистические, скажем так, идеологи всегда проигрывали интернационалистическим. И пример, вот, например, Второй мировой войны тому подтверждение, когда коалиция была интернациональная, воевала против национальной идеи, там, Германии, например, середины 20-го века, или, там, первой половины 20-го века. Чем закончилось? Несмотря на то, что у Германии были, техника была, ну, и так далее, и так далее, все было на благо. Ну, как сейчас, как Мерседес и с другими автомобилями сравнивать, скажем там, который у нас производит. Ну, как бы, уровень... Еще же Ганецкий говорил, пока не видел другой машины, у нас же Запорожец, вот такая машина. Да. Вот, поэтому здесь можно сказать, что фазе, перед фазой распада, именно окончательной, будут вот такие, ну, скажем, агония государства. И она восстановит, конечно, то есть, по логике, по этой, возрождение, оно на короткий срок будет, но на короткий срок, во-первых. И потому что, опять же, идеология старая, сырьевая и материально-финансовая. То есть, мотивации не эпохи водолея. Эпохи водолея мотивации, свободное творчество, горизонтальная связь. Эпоха рыб, это вертикальная связь, и управление вертикальное, и вообще, тайная власть, как бы так, потому что Нептун с Юпитером. А самая тайная власть, это денежная власть. То есть, когда вроде бы никаких тут с дубинками рабовладельцев нет, а человек пашет, как раб на работе, и мотив у него... То есть, да, это, кстати, очень так придумано, эффективный способ управления рабами, если так выразиться можно, через деньги. Поэтому знак водолея, он антирабовладельческий знак. То есть, он говорит, что человечество сбросит поты, ну, вот этого, какого-то рабского сознания своего. Но до тех пор, пока они прибывают, это же сознание не только... Ведь, поймите, каждый народ достоин своего правителя. И, в принципе, человечество достойно той жизни, которой оно живет, потому что у него такой уровень сознания. Оно хочет быть рабами. Сразу появится какой-то рабовладелец, потому что человек... Ну, так желает, а воля души, то есть, у человека, она по божественным законам обязана быть исполнена. И она исполнена. Другое дело, что человек не понимает это, либо радуется тому, что он находится в рабстве у денег. Вот, ну, это его личное дело. Поэтому я считаю, моя точка зрения, что... Опять же, мы возвращаемся к тому, что Эра Рыб, Эра Водолея. Чем ближе конец Эры Рыб, тем больше вот этот... Сила Нептуна будет, Нептунианский дурман, больше иллюзий будет, больше будет обмана, то есть, маскироваться будет под... Ну, под благое, скажем так... Негативное будет маскироваться под благое. И те, кто это не различает, потому что главный урок для всех живущих сейчас на Земле в Эру Рыб научиться различать ложь. И поэтому я специально до конца не даю информации, потому что для каждого это свой урок. Если человек не научился различать ложь, а мы ему даем заранее ответ, то мы нарушаем божественный закон обучения этого человека, скажем, житейской мудрости. Ему надо научиться различать, а не шпаргалку подсмотреть. Потому что основная задача у нас здесь пройти опыт, сколько там миллионов раз воплотиться, и стать богоподобной личностью. То есть, творить миры и так далее. То есть, скажем, таким образованным духом таким быть выйти. Вот и все. Мы здесь просто проходим образование. Поэтому идет обучение. Поэтому, еще раз хочу сказать, что демоны, которые, скажем так, страдания дают, они учителя наши. То есть, они нас учат научиться различать ложь. Но человечество ленивое, поэтому через наказание это идет. Ну, не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Не хочет человек гимнастикой заниматься, да? То есть, системно Сатурн там проявляет. Ну, получает радикулиты, там, остеохондрозы, например. И ходит все равно там на массаж или куда-то. Его принудительно заставят заниматься этим. Еще будет больше денег тратить на это, чем заставить. Вот аналогия такая же. То есть, надо быть, научиться различать лошаду. Вот и все. Ну, таков опыт сейчас, такой урок. И поэтому, вот если сказать про Нострадамус, опять же, мы опять говорим, что Катрены, я согласен, что это программа развития. Ну, по крайней мере, тех, кто хочет, чтобы так развивалось, ну, скажем так, векторе, в этом фарватере развивалось человечество. Но к персонажу физическому Нострадамску лично у меня большие вопросы. А был ли этот персонаж в принципе? Потому что... А как насчет знаменитого его предсказания по поводу гибели короля Генриха II? Ну, вот сразу научно отвечу. Дайте источник, где источник, скажем так, независимой экспертизы. Письмо. Письмо Генриха II, которое хранится, есть. На чем написано? На какой бумаге, какими чернилами, не знаю. А дело в том, что на бумаге хранится определенное количество лет информации. Бумага потом распадается. Извините, бумага может и распадаться. А люди, которые хранятся в некоторых заведениях, на Красной площади в частности, они не распадаются, как мы знаем. Ну, они же не тысячу лет, а где пятьсот лежат, там сто лет только. Мумии, извините, лежат больше, чем тысячу лет. А есть бумага или не бумага есть, а какой-то, скажем так, еще раз повторюсь, у меня есть очень хороший знакомый, который был в Индии, где находится очень известное хранилище древних медических текстов. Там не бумага. А мы знаем о том, что это было написано на бумаге? Тоже этого не знаю. А на чем писали? На папирусах, что ли, во Франции в средние века? Я знаю. Может быть, Нострадамус это тоже предвидел и написал. Не знаю. На глиняных табличках шумерских. Вопросы есть. Вот об этом и речь. Что, а где мы опять... Вот, Майкл, опять мы приходим к тому, что поверьте мне на слово. А я хочу с позиции не веры, вот как этот нептунианское там, что, а именно, давайте проверим, покажите оригинал, давайте экспертизу проведем, а действительно ли это, а не напечатано ли это в прошлом веке, придумано ли это там в 19 веке эти Катрены и так далее. Вы знаете... Об этом речь. Да, все понятно. Логика, естественно, в этом есть. Сегодня, знаете как, сегодня, вот, к примеру, возьмем ученых и религиозных деятелей. Когда-то наука и религия шли вместе, а теперь религия отделилась от науки, и наука требует подтверждения. Человек произошел, божественная природа человека. Докажите нам, откуда. Вот, поэтому выдвигается теория типа Дарвина, а человек произошел от обезьяны. Ну, надо же как-то объяснить. Есть и другие теории, что обезьяна произошла от человека. Все понятно. Но официальная наука это не признается. Хотя есть... Мы сейчас уходим в сторону, потому что я могу отнестись тогда к тому, что написано в ведических писаниях, о том, что то, что находят вот этих птик, этих, там, не знаю, птик, птикантропов, которые находятся, это мы, люди, которые деградировали до такой степени, что они стали такими вещами. Поэтому, да, а тем не менее, да, это же, опять же, только теория, мнение, правильно, можно сказать? Есть книга Апологеты Дарвинизма. Апологеты Дарвинизма, они могут элементарно просто поспорить, не то, что поспорить, а даже доказать, и до сих пор идет вот извечная борьба. Точно так же, как и идет, и даже в Индии, на территории Индии идет борьба между двумя школами, персональный аспект, божественный аспект, и имперсональный, о том, что это там где-то вот из точки произошел взрыв, вот как возникло всеявление и так далее. То есть, это какие-то силы. Андрей, мы сейчас удаляемся от темы нашей передачи. Мы, на самом деле, уже первую часть как бы осветили, правильно? Давайте мы перейдем ко второй части. Я имею в виду ту часть, которая не записалась. Мы ее повторили. Мы ее повторили, да. Мы об этом разговаривали, что если подвести такой итог краткий, если я подведу, она была о чем? Что, в принципе, Катрена – это программа, которая зашифрована кем-то, дана в развитии. Большой вопрос, был ли Нострадамус, именно и потому, что, как бы я аргументского источника, что вот Академик Чудинов, скажем, по его исследованиям, в то время, когда жил Нострадамус, там разговаривали на русском языке во Франции, и поэтому, не только во Франции, вся Европа, это вот исследование Чудинова. Они… Чудинов… Не, почитайте, да. Олдюриспека, говорят у нас, тоже не… Нет, он именно научно подходит там ко всему… Он тоже подходил научно к этому вопросу. Еще раз, давайте… Да. Да, да. Ну, мы же озвучиваем версии, и мы беседуем. Да, да, да. То есть, мы здесь не доказываем какую-то точку зрения. Просто мы говорим, что аргумент такой есть, и поэтому вот такой вывод. Это раз. Второй вывод по поводу Советского Союза, что возрождение его, в принципе, лежит в циклах глобальных его жизнедеятельности, и, по идее, до 2025 года он должен, ну, по этим циклам, как-то о себе еще заявить, ну, как бы так, хлопнув дверью окончательно и уйдя в небытие. Показать ему… А вот после 2025 года, там уже новая идеология, 108-летний цикл. Идеология именно свободы, равноправия, равенства. То есть, вот, кстати, идеального того коммунистического образа, который вот коммунисты рассказывали, когда они это, ну, строили коммунизм, там, как бы, светлое будущее, то так называемое. Поэтому я и говорю, что, в принципе, вот этот период 108-летний Советского Союза и так далее, это как бы прослойка, переход от рабовладельческого мышления в монархическое время, этноса, то есть человечества, к такому более свободному, через образование повсеместное и так далее. Поэтому с 2025 года там будут и очень, ну, скажем так, конец вот этим всем, тому, что мы видим, препятствия. По поводу конфликта на идеологической почве, который между Нострадамусом был описан, между, скажем там, человеком в челме, там какой-то был у него в голубой, челме, там, и так далее, лидеры этих образований на Ближнем Востоке, там, где сейчас война идет. Да, это тоже, опять же, лежит в фарфаторе этого эры-рыб. Эры-рыб, у них какая же тема, там, опять же, конфликты повсеместные. То есть именно разделяй, ведь разделяй и властвуй. Здесь вечный, скажем так, девиз победителя над побежденным. И вот поэтому мы здесь можем сказать, что, скажем так, деньги победили человечество, и дальше, ну вот, или деньги, даже можно сказать не то, что они победили, это просто падение духовное человечество такое, что оно попадает в сферу, в период, ну скажем, обретения опыта через раскрытие, скажем, своих способностей на взаимовыгодной какой-то, либо невзаимовыгодной основе. То есть обязательно, потому что противоположный знак рыб, дело, это выгода. То есть именно меркантильность во всем. То есть ты мне, я тебе. А вот когда эра водолея будет, то противоположный знак лев, творчество, то есть свобода, то есть мотив будет не выгода, а творческое раскрытие личности. Ну вот так вот. Понятно. Ваше мнение нам понятно. Ответ принят. Хорошо. Давайте мы перейдем к заключительной, скажем, там, фазе нашей программы, поскольку у нас скоро начнется следующая программа, достаточно интересная. С перерывом у нас была такая программа два с лишним года тому назад. Речь будет идти о древней ведической науке, строительство ориентированных по сторонам света, строительство зданий и сооружений, домов. Называется Васту. Ну, наверняка вы знакомы, Васту Шастры, наверняка вы знакомы с такой наукой. Да, сегодня это копия Фэнсуэй, Фэншуэй. Это будет через полчаса у нас такая программа. Ну вот у нас есть какое-то время, там, минут, там, несколько, 15, скажем так. Давайте мы поговорим о том, что год до конца этого года будет у нас происходить. Мы немножко говорили, мы приближаемся к некоторым, там, скажем, событиям. Уже вы озвучивали 19 число, до 19, мы встретимся, кстати, 19 числа с вами. Это как раз будет понедельник, да. В Меркурии стоячий будет, да. В Меркурии, да, вот всё, всё, будем сейчас валить всё на Меркурия. А скажите, есть такая дата у вас, по вашим циклам, 16 число декабря? Потому что 16 декабря что-то тоже может, ну, вот так сказать, происходить, правда, в другой сфере. Я бы сказал больше 15, вот 15 больше показателей на какие-то вот, ну, если с точки зрения негативных показателей смотреть. Причём в это время, вот с 15 по 17 число, опять же, достраивается, а, ну, тут, смотрите, тут с Меркурием будет тема. Ну, это опасный, вот я хочу сказать, 15 число, очень опасный день для ДТП, между прочим. Ну, мы знаем, кстати, о том, что Меркурии всё-таки, он не сразу вот 19 и всё, там три дня разбежка есть, в общем-то. Я бы сказал, даже неделю, уже за неделю уже чувствуется торможение. И когда он выходит в директную фазовую, вот, обычно это 8, ну, необычно, как бы, 8 января, ну, по точному астрономическому, а фактически уже начинается, ну, скажем так, контакты уже начинают идти где-то за сутки. Уже чувство, уже прямо реальное ощущение, как, то есть, уже начинаешь, то есть, уже процесс движется. То есть, это как бы фаза распада, последние дни это фаза распада предыдущего цикла, там, ретроградного. Вот так всё в жизни. Поэтому здесь я бы сказал, что уже следующая неделя, это уже неделя такой активной остановки Меркурия, активных задержек в контактах, переговорах, сейчас массово будут все уже говорить, уже всё, уже Новый год, давайте уже после, там, 8-го числа обращайтесь к нам и так далее. Понятно. Ну, хорошо, поживем-увидим, осталось, в общем-то, не так долго ждать. Хорошо, а что ещё? Просто день после обеда, если смотреть, он хороший для продаж, то есть, для магазинов. Помните, мы разговаривали, ведь всё им-янь, то есть, если где-то убыло, куда-то прибыло. То есть, если невыгодные покупки, то выгодные продажи идут. Понимаете, потому что я уже хотел сказать, что как раз 16-го числа, какой показатель здесь? Ну, причём он где-то идёт, если по Гринвичу смотреть, где-то практически с часу дня, и дальше весь вечер и всю ночь практически до утра следующего субботы, это период, когда крупные продавцы выгодно зарабатывают, а покупатели невыгодно покупают. То есть, когда больше отдают денежной энергии, деньги – это энергия, чем фактически получают взамен товар, потому что это всё товарооборот денежный. Но это выгодное время для… Кстати, торговым сетям я бы рекламировал, я бы это время предлагал бы, ну, скажем так, иметь в виду, что в это время покупатели неадекватно царят деньгами. Ну, вот такая судьба. Поэтому, да. Выходные 7-го, 17-го числа, то есть уже это хороший день, там очень благоприятный, и до обеда 18-го, благоприятные дни, очень такие. Поэтому, дорогие торговые сети, если вы слушаете нашу передачу, обратите внимание, я хочу напомнить, потому что мы беседуем с профессиональным астрологом, руководителем астрологической школы Андреем Бухарином, и такие встречи у нас происходят регулярно в основном, если только нет каких-то поездок. По понедельникам время московское, ну, речь идет о торговых сетях Москвы и пригородов, по всей вероятности, да, время нашей трансляции в эфире, это 16.30, московское время. Андрей, ну, коль скоро мы стали говорить о каких-то покупках, продажах, давайте мы немножечко коснемся то, что происходит на фондовых рынках, и вот, вы знаете, я буквально вчера, позавчера, я сделал такой технический анализ, как technical analyst, я сделал анализ по отношению, давно не делал, по отношению, что происходит сейчас с рублем российским. Рубль по отношению к доллару. Вы знаете, есть, я поставил это видео, 17 минут это видео, где есть анализ, ну, правда, технический анализ, но о чем идет речь? Речь идет вот о чем, как только мы находимся сейчас на нижней границе, вот то, что называется channel, канал, рубль по отношению к доллару. Доллар внизу находится, то есть, имеется в виду о том, что если сейчас вот эта линия поддержки, то, что называется, будет пробита, то рубль идет примерно, то есть, один доллар будет стоить примерно, еще раз, в конечном итоге 50, где-то 5 долларов, пока, во всяком случае, а сейчас где-то 63, по-моему, с чем-то, там, с копейками, с какими-то. Вот, если мы увидим о том, что меньше, чем 60, доллар будет стоить меньше, чем 63 рубля, 62-50 примерно, вот это вот уже первая ласточка того, что продавайте, ребята, доллары, те, кто их копит. Почему? Потому что, еще раз повторяю, доллар будет стоить 54 рубля, рубль будет дорожать. Ну и что, смотря на какую позицию люди стоят, я бы, например, вообще бы рекомендовал покупать. И сейчас, кстати, вот как раз в настоящий момент мы общаемся, сейчас Луна делает тринг-венери в настоящий момент, это как раз говорит о том, что сейчас выгодные покупки вот в это время делают. Чего? Вот буквально, а хоть чего, все выгодное. Правильно, но не хоть чего, мы покупаем или рубль, или покупаем доллар. Гороскоп сейчас покупки любой выгодные, то есть сейчас время, вот как я говорил тогда, что в конце недели, где будут неадекватные, скажем так, то есть сейчас продавцы, ну скажем так, терпят убытки, покупатели выгодно приобретают. Поэтому что я хочу сказать, я хочу сказать, что рубль растет не потому, что, ну скажем, это показывает технический анализ, а потому что цена на нефть растет. А рубль, я уже говорил, это индикатор цены на нефть. Это никакая, я бы не сказал, что это какая-то даже валюта такая. На ней даже нет росписи главой Центробанка, что это деньги. Если уж на то пошло, понимаете. На гривнах украинских там есть подпись, что это деньги, там типа кто-то отвечает. А на рублях нету. Поэтому вопрос ли, деньги это или нет еще, это раз. Ну я так шучу, конечно, но просто говорю о том, что, к тому, что следует смотреть. То есть он очень привязан, рубль, к ценам на нефть. Нефть падает, рубль будет укрепляться. Вот так я про это и говорю. Рубль будет укрепляться. Нефть дорожает, точнее, извините. А рубль будет падать. Рубль укрепляется. Укрепляется. Ну так я и говорю, если укрепляется, рубль, доллар падает. Поэтому продавать доллар. А дело в том, что здесь это до поры, как бы, оно не всегда, это правило, ну так, идеально срабатывает. Оно очень, эта корреляция, она присутствует довольно, скажем, длительный момент. Но бывает, когда нет объяснений, когда, допустим, нефть дорожает, либо там дешевеет. А вот рубль, соответственно, не отыгрывает то, что он, ну как бы, теоретически должен отыгрывать. Такое тоже присутствует. Поэтому в данном случае я хочу сказать, что мое мнение, сейчас я вам отвечу, секундочку, вот, например, на ближайшие, посмотрим, что там по нефти-то идет. По нефти. Так, до 23-го числа нефть растет в цене до 23-го, потом начинается до, я имею в виду, 23-го декабря. А после, до 20, с кульминацией 2-го марта, в марте, она, то есть в феврале, в марте, очень много показателей на падение цены на нефть. Потом цена на нефть начинает расти, я не говорю уровни какие, я просто говорю, что сейчас это рост, значит, укрепление рубля, соответственно, будет идти где-то как раз до 25-го декабря. Простите, я хочу уточнить, вы сказали, до 23-го декабря нефть будет расти, а потом. А потом она... А потом, а потом показаны... Пойдет падение до... Ну, последний аспект негативный по нефти, это 29-го... Ну, 31-го марта 2017-го года. То есть практически всю зиму и первый месяц весны. Потом в апреле... Да-да, я вас слушаю. В апреле, до... Весь апрель и до середины мая, так, ну там не нефть, это больше взлет цен на недвижимости в Америке. Вот. И разумеется, кстати, я по поводу недвижимости вот в России, как раз я рассматривал, то есть вот у меня большие такие сомнения в росте цен на недвижимость, что падение как раз где-то вот на май, то есть на весну, вот именно вторую половину весны, ну середину весны 2017-го года показаны падения цен на недвижимость в России. То есть продолжение, потому что она сейчас остановилась, как бы там не растет, не падает. И вообще, так, так что, можем, давайте такой прогноз дадим, что до 23-го, 25-го декабря, скорее всего, до 25-го декабря рубль еще будет как-то укрепляться. Ну правильно, 25-е это воскресенье, собственно, только последний будет 23-го числа, а уже с 26-го, давайте посмотрим, возможно, цена на нефть начнет опять вверх, то есть не вверх, а вниз идти, особенно после Нового года, где-то вот через, ну в феврале, особенно заметно очень. В феврале, кстати, февраль-март опять же тот период, то есть период, значит, когда цена на нефть будет падать. Вот на те затмения, помните, которые мы рассматривали, что вот февраль-март, там очень кризисное время, значит, плюс к этому еще накладывается, что цена на нефть в это время очень, показатели астрологические показывают, что цена на нефть падать должна в это время. А разумеется, инфляционные процессы рубля вверх. Ну, я хочу сказать, что до февраля и марта мы еще должны дожить, мы, конечно, доживем, но к этому времени мы еще будем говорить об этом и не один раз. Я хочу отметить о том, что, и мне было бы интересно, если у вас в вашей картографии есть такая дата. Сегодня у нас понедельник, 12-е число. 14-го числа будет принято очень важное решение Центральной Резервной Системы Соединенных Штатов Америки о изменении тарифной ставки, будем так говорить. Это интерес rate по-английски называется. И почти со стопроцентной уверенностью считается, что интерес rate будет повышаться. Речь идет о том, что практически на нуле было много, очень и очень много лет. То есть банки одалживали деньги и сами их брали у Центральной Резервной Системы. Центрального Банка почти нулевые проценты. Это было очень выгодно. И вот сейчас уже второе повышение планируется в среду. Повышение тарифной ставки второе в этом году. И впереди еще будут, естественно, и следующий год и так далее. То есть это говорит о том, что укрепление как бы экономии. Экономики Соединенных Штатов. Есть ли у вас, то есть о чем идет речь, в этот день будет, если все пойдет так, как оно идет, так особых не будет туда-сюда скачков. Но тем не менее, то, что будет комментарий, они могут привести к каким-то вот скачкам. Видите ли вы 14 числа, то есть в среду, какие-то в картографии, какие-то изменения в отношении ценообразования. Ну, скажем, доллара, евро, ну, в данном случае рубля. Не знаю про нефть. С моей точки зрения, как технического аналиста, есть соответствие, без сомнения, но не прямое. Это только косвенное. Мы не можем сравнивать нефть и рубль, или нефть и доллар. Косвенно, повторяю. Но если мы берем пару, как это в Форексе называется, евро-доллар, тут прямое соответствие. То есть если евро идет вверх, доллар идет вниз. Если наоборот, если есть доллар и, скажем, рубль, то есть прямое соответствие. Я только об этом говорю. Все остальное только косвенное. В некоторой степени, да, можно провести аналогию. Ну, короче говоря, 14 числа видите ли вы что-нибудь? И мы на этом тогда, видимо, должны остановиться. Ну, хочу сказать, что как раз на 14 число, на эти вот периоды укрепления, ну, по крайней мере, астрологические объяснения по гороскопам Центробанка Европы и ФРС, следующее, что где-то до 17 числа растет евро, доллар падает, а с 17-18 идет рост доллара, ну, там, на неделю где-то. То есть, поэтому, что по этой логике можно сказать? Если доллар будет падать, а евро будет расти, то что будет принято там в ФРС? Что будет принято? Какая ставка? Да, в таком случае, если доллар падает. ФРС, еще раз напомните, это Федеральная резервная система, имеется в виду американцев. Ну, да, естественно. Ну, смотрите, считается, вообще-то говоря, что это все манипуляции, и, как правило, в ожидании того, что интерес, interest rate будет повышаться, то есть, тарифная ставка будет повышаться, доллар идет вверх. То есть, укрепление экономики и валюты... Значит, ставка будет понижаться, да? Нет, она не может понижаться, она или останется неизменной. Значит, неизменная. Да, но почти 100%, нет, не в этом дело, почти 100% о том, что она все-таки повысится, повысится, это необходимо, ее повысить, даже разговоров нету, почти 100% вероятность ее повышения. Но имеется в виду о том, что доллар, который шел вверх, он не будет продолжать идти, потому что это манипуляция, доллар пойдет вниз, евро будет увеличиваться. То есть, вот сейчас тенденция именно такая. Евро шло все время. Это членам информации нужна, что будет ставкой, чтобы узнать, куда доллар пойдет. В общем-то, то есть, нам по большому счету все равно будет повышаться. Не только, не только. Значит, изменение, вот то, что будет происходить, это будет происходить, понятно, с валютой, это будет происходить и с нефтью, и будет происходить с золотом. Ну, понятно, с индексами. То есть, мы, если говорим про индексы, то мы делаем рекорды, каждый день бьются. Я был свидетелем, когда вчера, ну, по московскому времени, 2 часа ночи, на сегодняшний день открылась биржа, и, вы знаете, она просто вверх полетела, как будто там до Луны полетела, а потом точно так же развернулась и полетела вниз. То есть, речь идет о том, что мы движемся к 20 тысячам, это, так сказать, марк, это точка отсчета, 20 тысяч на Dow Jones, которого вообще никогда не было. И сейчас мы уже почти там находимся, 19 тысяч, там, не знаю, 800 на индекс. Короче говоря, ну, в общем, таким образом. Что будет дальше происходить, посмотрим. Андрей, нам надо заканчивать нашу программу. Через 5 минут сначала. Давайте итог. Значит, это неделя. Давайте итог. Она, вот сейчас как раз и рассматривал, пока слушал. В общем, эта неделя показана, ну, там смешанные показатели, но, скажем, чистого такого усиления доллара, как бы над евро, скажем так, я не вижу такого. Я вижу его сильное усиление с 19 декабря. То есть, вот сейчас именно вторая половина недели такого явного, ну, скажем, такого укрепления, что евро там станет один к одному, например, к доллару, очень-очень маловероятно. А вот, то есть, евро, скорее всего, сейчас отыгрывать будет. Как раз где-то вот с 14-го числа, с этого, с полнолуния там где-то. Вот. А с 19-го числа уже больше показателей на доллары. Знаете, я бы сказал, я бы с вами был, я с вами согласен в этом плане. По техническому, повторяю, анализу, то, что я вижу, мы дошли до какой-то точки, с которой должен идти подъем, но мы полетим еще ниже и полетим значительно ниже. И точка отсчета примерно 1.04 будет стоить евро. Сейчас один, ну, не намного выше, но тем не менее. В количестве измерения вот этих вот пипс, то, что называется, или поинтов, или очков, мы идем пока вверх. В общем-то, я нахожусь в реальном времени. Ну, и интересно наблюдать, как это будет происходить. Андрей, большое спасибо. Как всегда, было очень увлекательно и интересно. Наши с вами программы, они записываются, как и все другие, но количество просмотров именно наших программ с вами, они, так сказать, бьют рекорд. Желтая майка лидера. Да, 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 да. Вы в лидерах находитесь, и люди комментируют, да, если не считать о том, что я вас постоянно перебиваю. Ну, а так все в порядке. Хорошо. Еще раз, дорогие друзья, мы с Андреем рады о том, что вы нас слушаете, о том, что вы оставляете ваши комментарии. Никаких проблем нету, как бы вы чего ни говорили и не критиковали. Каждый имеет право на свое, на то, что слева, и то, что справа, да, как в известной песне поется. Поэтому идет, вот видите, борьба противоположностей Дарвина, там, скажем, божественной природы, так и у нас идет беседа. Главное то, что она полезна, потому что те, кто захотят узнать, о чем идет речь, они узнают. Говорить плохо, хорошо, тоже есть такое право, нет проблем. Верить, не верить, тоже нет проблем, есть такое право. Ну, все, на этом тогда мы заканчиваем нашу программу. Еще раз спасибо, до новых встреч, удачи и всего доброго. До свидания, счастья, здоровья, гармонии всем. Спасибо. До свидания.